Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ Новости. В студии Елена Чугельская и коротко о главном. Завышение объемов медпомощи, отказ в госпитализации и оказании медицинских услуг. Такие дефекты выявил фонд ОСМС. Куда обращаться в этом случае пациентам, расскажет Яна Гала. В Казахстане государство готово помочь птицеводам закупать сырье для того, чтобы прокормить птицу, по мнению чиновников. Эта мера позволит снизить стоимость десятка яиц. Татьяна Калюжная с подробностями. Кустанайский полицейский подозревается в убийстве. Некоторые обстоятельства происшествия прокомментировал начальник Департамента полиции области на своей странице в Фейсбуке. Усилить контроль за соблюдением санитарных норм в организациях, ведущих подготовку к пассивному сезону, чтобы не допустить всплеска заболеваемости среди рабочих и, как следствие, срыва сроков весеннеполевых работ. Такое поручение дал Аким области на заседание Оперштаба. В фокусе внимания был и вопрос, связанный с возможным переходом учащихся с 1 по 5 классы на комбинированный формат обучения. Тему продолжат мои коллеги. На очередном заседании Оперштаба Аким Кустанайской области особое внимание уделил подготовке к предстоящему пассивному сезону. Тем, кто задействован в весеннеполевых работах, будет дан зеленый свет, сказал Аким. А это не только сельхозпредприятия, но и магазины, продающие запчасти, а также нефтебазы, отпускающие ГСМ. Но забывать о соблюдении мер, предписанных санитарными врачами, им не стоит. Ведь халатность может поставить под угрозу сроки проведения пассивных работ. Если там заболеет во время весеннеполевых работ, а там сроки даются всего 2 недели, где-то 20 дней на весеннеполевые работы, чтобы влага не ушла, вовремя посеять. Вот из 20 механизаторов основных, которые занимаются, 10, если 6 заболеет, тогда точно выработка уменьшится. Откуда они возьмут замену? Поэтому вы сейчас должны эту работу проводить в районе. В связи с этим Акимом городов и районов было поручено усилить работу мониторинговых групп. Так, с 1 января уже было проведено 3855 рейдов и выявлено 358 нарушений. Однако, по словам Акима, не во всех районах этому направлению уделяют должное внимание. Между тем, стоит отметить, что в Алтанцаринском, Амагендинском, Камыстинском, Наурзунском, Сарокольском районах и на должном уровне ведется работа мониторинг-групп, где с начала года не наблюдается динамика по выявленным нарушениям. До сих пор остаются выявлены от 3 до 7 нарушений с начала текущего года. Это очень мало. Вторым вопросом на повестке дня был возможный переход на комбинированный формат обучения для учащихся с 1 по 5 классы. Зауря Байменова представила статистику по количеству зараженных коронавирусной инфекцией учащихся и работников организации образования. На сегодняшний день количество заболевших коронавирусной инфекцией в организациях образования области составляет 118 учащихся. Из них 29% обучались в дистанционном формате, 71% в режиме офлайн, в школах со штатным обучением, либо в дежурных группах. Кроме того, выявлено 72% заболевших сотрудников организации образования. По словам Зауря Байменовой, еженедельный мониторинг позволяет сделать вывод о стабильном снижении заражения коронавирусной инфекцией среди учащихся. Однако мониторинг, проведенный межведомственной комиссией, выявил нарушение санитарно-эпидемиологических норм в организациях образования. Зауря Байменова пояснила, что они были незначительными, над их устранением работают, а потому, как ему обратились с просьбой рассмотреть вопрос о переходе на комбинированный формат обучения для учеников с 1 по 5 класс. Еще третья четверть не завершена. Перед четвертый четверть. До конца учебного года достаточно времени. Поэтому еще раз принять надо все необходимые меры предосторожности. Соблюдать карантин. В какой форме мы будем участвовать, в ближайшее время мы решим. Комбинированные, будем согласовывать все это с центральными органами. Также Аким подчеркнул, что право выбора по ношению школьной формы во время карантина по-прежнему остается за родителями. Диара Ахмедчин, Наталья Луговская, Яна Гала, РТН. Другим темам. Более 100 тысяч дефектов по оказанным медицинским услугам в 2020 году в Кустанайской области выявил Фонд социального медицинского страхования. Наиболее распространенным нарушением является искусственное завышение объема в помощи. Также пациентам усложняют диагноз, отказывают в госпитализации или медпомощи. В этом году фонд планирует внедрить проактивный мониторинг, который будет выявлять и предупреждать факторы, приводящие к нарушениям. Куда можно обратиться, если вам отказали в помощи или некачественно ее оказали, расскажет Яна Гала. В 2020 году эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили в республике более 1 миллиона дефектов по качеству и объему оказанных поставщиками медицинских услуг. Об этом рассказал Балат Акижанов, председатель фонда на коллегии Министерства здравоохранения. Подвели итоги и в Кустанайской области. В ходе проведения мониторинга качества оказания медицинских услуг было выявлено более 100 тысяч дефектов на общую сумму 448 миллионов тенге. Если их разложить непосредственно на какой категории что относится, наибольшее количество в процентном отношении у нас 47,8% это на необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, от правил и от клинических протоколов. Далее у нас идет порядка 21,1% это некорректное оформление медицинской документации, а также внесение информационной системы. На третьем месте это порядка 20% необоснованное завышение объемов оказания медпомощи поставщиками. Были выявлены факты и непредоставление услуг. Это 10 случаев на общую сумму 541 тысячи тенге. В этом году уже фондом внедрена такая, изменяется система мониторинга. То есть проактивный мониторинг, если проще сказать. Это что делает? Это позволяет медицинским организациям в случае выявления нарушения дефектов, которые будут проводить наши эксперты, эксперты фонда, позволяет им в течение 45 дней устранить эти нарушения. Если же нарушения не устранят, то в адрес медорганизации будут применяться штрафные санкции. Как уверяют в фонде, это прежде всего позволит улучшить качество оказываемых услуг. Также призывают и население сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг, либо об отказах в их оказании. Мы, значит, как фонд работаем непосредственно, чтобы была обратная связь между пациентом и фондом. И поэтому необходимо в случае выявления неоказания медицинской помощи со стороны медицинских поставщиков, с которыми заключены у нас договора, в случае некачественного предоставления медицинской помощи, наши граждане имеют право позвонить на обратную связь. Это, к примеру, мобильное приложение «Колдау-24 на 7», официальный сайт fms.kz или контакт-центр 1406. Эксперты рассмотрят каждое обращение и обязательно примут меры. Только в прошлом году в Республиканский фонд поступило 214 обращений пациентов по припискам. Подтверждено 78 фактически неоказанных услуг. К медорганизациям страны, допустившим нарушения, были приняты меры в виде штрафов. На сумму более 5 миллионов тенге. Хамзан Нурпиисов, Яна Галла, РТН. В Казахстане собираются сдерживать цены на куриные яйца и подсолнечное масло. Об этом на брифинге в столице сообщили представители Министерства сельского хозяйства страны. Власти намерены помочь птицеводам адресной доставкой фуражного зерна из фонда проткорпорации, а также заключив соглашение между крупными производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен. Мои коллеги расскажут подробнее. В Казахстане, в том числе и в Кустанайской области, в этом году подорожали продукты питания. В Министерстве торговли и интеграции страны подчеркивают, рост на конец февраля зафиксирован на 2,4%. Больше всего выросли цены на импортные продукты и овощи. Дороже стало мясо, сырые яйца и подсолнечное масло. Кстати, чтобы сдерживать рост цен на масло, как отмечает Министерство сельхозе, будут заключены соглашения между крупными производителями и торговыми сетями. Также осматриваются вопросы по экспорту подсолнечного масла. Что касается куриных яиц, сейчас рассматривается тоже вопрос относительно фуражного зерна. То есть с фондов фруткорпорации адресной доставки фуражного зерна производителям куриных яиц. То же самое по ИСУ, тоже будут заключены соглашения между крупными производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен. При этом казахстанцев уже интересует, подорожает ли в стране хлеб с учетом увеличения затрат на проведение будущей посемной кампании. Ведь не секрет, что транспортные расходы, стоимость запчастей на сельхозтехнику, семена вновь увеличены. Что будет с ценой на хлеб, если цены на горюче-смазочные материалы тоже вырастут, интересуются журналисты на брифинге. Вопрос удорожания ГСМ у нас так остро не стоит, потому что, вы знаете, государственно принимаются меры по поддержке сельхозтоваропроизводителя. Это выделение удешевлено ГСМ ежегодно. До 900 тысяч почти в год у нас выделяется. Цена на 15 где-то доходила до 20 процентов, она ниже, чем на автозаправочных станциях. Поэтому здесь мы считаем, что удорожание не повлияет никак на конечную продукцию, такую как хлеб. Решить проблему, по словам чиновников, из Минсельхозно можно только с учетом замещения импортной сельхозпродукции. А к нам все еще немало завозится извне мяса птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба. Поэтому в этом и в последующем годах Министерство сельского хозяйства намерено поддержать те инвестпроекты, которые связаны с производством именно этих продуктов питания. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюшная, РТН. Убийство с применением огнестрельного оружия совершено в Кустанае. Конфликт между двумя мужчинами, бывшими одноклассниками, закончился гибелью одного из них. Некоторые обстоятельства происшествия прокомментировал сам начальник Департамента полиции области Бикетай Магомбетов, поскольку подозреваемым в совершении преступления является его подчиненный, сотрудник одного из отделов ведомства. Преступление было совершено в ночь на 8 марта примерно в 3 часа в центральной части Кустаная. Изначально Департамент полиции Кустанайской области сообщил, что по факту конфликта между двумя 37-летними мужчинами, в результате которого один выстрелил другого из зарегистрированного ружья, начато досудебное расследование по статье убийства Уголовного кодекса Казахстана. Подозреваемый задержан и арестован. Позже в ответ на журналистский запрос при службе ведомства подтвердили, что подозреваемый является сотрудником полиции. Прокомментировал преступление на своей странице в Facebook и начальник Департамента генерал Аймагомбетов. В Кустанай совершено преступление, которому оказался причастен полицейский рядовой программист. Считаю необходимым прокомментировать это дело. Между двумя одноклассниками произошел конфликт. Он развивался в чате, в котором состоит более 10 человек. Программисту начали поступать угрозы от одноклассника. Бекет Аймагомбетов и процитировал некоторые из угроз. Позже в сети появилась и запись голосового сообщения, якобы переданного одноклассникам полицейскому незадолго до их встречи. Духа, я кручусь цыган, толпой еду, срамала здесь, срамала, одни не двигаются. Ты захватишь с собой, где-то человек 30, мне кажется, 30 человек даже мало будет. Потому что у нас стволы там биты, короче. Ну, сейчас подъедем. Причина конфликта в настоящее время выясняется следствием. 8 марта около 3 часов утра одноклассник, который ранее судим, в состоянии алкогольного опьянения подъехал на машине со знакомым домой к сотруднику. Он с угрозами стал приближаться к полицейскому, который вышел на встречу, взяв с собой зарегистрированное на его имя ружье. Необъективно оценив обстановку, услышав опять угрозы в свой адрес, он произвел выстрел, потерпевший скончался. В настоящее время полицейский арестован. Кроме обычного досудебного расследования, начаты и служебные, которые проводят сотрудники Управления собственной безопасности департамента. Их ход, как сообщил начальник ведомства, взят на контроль, в том числе и на его личный. Аспанка Кимжанов, Виталий Глубовской, РТН. Продолжаем выпуск. В Федоровском районе в этом году 25 сел получат доступ к питьевой воде. Где-то протянут водопровод, где-то установят пункты раздачи воды. При этом сравнительно недавно в селе Пешковка запустили в работу новую систему централизованного водоснабжения. Почти 900 человек получили доступ к качественной питьевой воде. А у жителей села Федоровка к домам подвели природный газ. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. В преддверии 8 марта в селе Федоровка запустили в работу последнюю очередь магистрального газопровода. К его возведению, кстати, приступили еще в 2018 году. Затратив на весь спектр работ в эти годы порядка 1 миллиарда 700 миллионов тенге. В итоге, чтобы жители Федоровки смогли получить природный газ в свои дома, было проложено 134 километра труб. И сейчас головым топливом будет обеспечено примерно 7 тысяч человек. Самый главный эффект от строительства, от ввода данного объекта получают в первую очередь жители и юридические лица, физические лица, юридические лица, малый и средний бизнес. Уголь с каждым годом, вы знаете, цена росла. Теперь уже уголь вам не понадобится. Все уже и социальные объекты на газу. Федоровские предприниматели, в свою очередь, уже подсчитали, что на природном газе существенно экономят свои коммунальные расходы. Валерий Безбабный подчеркнул, что сэкономленные деньги сможет направить на развитие бизнеса. Введение газа – это настолько эффективно. У меня предприятие, я затрачивал на топку всех этих помещений, 970 тысяч в месяц на солярке. На угле, конечно, было меньше, 107 тысяч. Вот такая разница. Поэтому это надо благодарить. В этот же день в Пешковке дали старт работы нового водопровода. Чтобы привезти для людей питьевую воду, в селе проделана огромная работа на 1 миллиард 400 миллионов тенге. Проборены две основные скважины и третья – запасная. Проведено 72 километра водопровода и 47 километров разводящих сетей. Поставлены станции очистки воды, два источника электроэнергии и третий – резервный на дизеле. Как отметил Аким области, проблема с питьевой водой в этом году в Федоровском районе решена не только в Пешковке, но и еще в 25 селах. Сейчас в Федоровском районе большая работа проводится. Сейчас я встречался в районном центре с населением, открывали газопровод. Только вот в этом году Пешковку мы завершили. Строится, получается, генерал, успеновка придорожная, бановка Чехов строится. И шесть сел, вот эти, чистый Чандак, Камышный Чандак, Александрополь. Там пункты очистки раздачи воды строятся. Да, там магистрали менее строятся. И 14 пунктов раздачи воды. То есть 25 сел все вместе. 25 сел в этом году. За один год получается 25 сел. И 49 сел. Сразу процент поднимается. Вот как раз в этот год юбилейный у нас 30-летний независимости. Но пока же после введения в работу водопровода в Пешковке доступ к питьевой воде в своих домах получили примерно 900 человек. И 90% из них уже подключились к системе. Теперь жители просят Акима области помочь им решить еще одну проблему. Подвести к их домам природный газ. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. Получить социальные услуги и заказать необходимые гигиенические товары или средства реабилитации, не выходя из дома. Уже больше года для людей с инвалидностью работает специальный портал соцуслуг, где с помощью электронной цифровой подписи можно заказать необходимые средства, будь то инвалидная коляска или оформление санаторно-курортного лечения. В районе имени Биембета Майлина такая услуга стала популярной. Те, кто пользуется этим соцпорталом, оценили в первую очередь быстроту получения разных товаров. Тему продолжат мои коллеги. В районе имени Биембета Майлина проживает 767 инвалидов. 245 из них имеют индивидуальную программу реабилитации. Среди них и житель поселка Табол Павел Абрамов. По словам мужчины, возможность запросить через электронный портал социальных услуг необходимую помощь многим людям с ограниченными физическими возможностями облегчила жизнь. Тем более, что начиная с 2020 года воспользоваться услугой можно не выходя из дома. Любой получатель, кому положено, может зайти, подать, получить вот эти услуги, там, памперсы, гигиенические средства, все абсолютно, там, вот это, на мой взгляд, это очень удобно. Для этого необходимо иметь всего лишь электронно-цифровую подпись. Ранее, когда получали услуги через нас, они получали раз в квартал услуги. Сейчас человек может заказать себе на весь год услугу. Все услуги и средства реабилитации через портал предоставляются бесплатно в рамках гарантированной государством суммы, которая определена специальной комиссией. То есть, если же поставщик на портале выставляет цену дороже гарантированной суммы, то, естественно, нужно будет доплачивать. Но у нас таких еще случаев не было, как бы все гарантированные суммы вкладывались. Удобная услуга и по срокам доставки заказанного товара. Оформление документов на приобретение тех или иных видов средств производится в течение 10 дней. А там уже через портал соцуслуг, лицо с инвалидностью заказывает данное средство. И там в течение двух-трех недель уже по почте ему домой приходит. То есть, инвалиду не нужно выходить, они дома заказывают, также дома и получают. В районе Бенбета-Малина государственные услуги оказывают 9 учреждений услугодателями местноисполнительных органов и 9 аппаратов сельских округов поселка Табул. За 2020 год местными исполнительными органами оказано 40 498 государственных услуги. В том числе через портал электронного правительства 37 602 госуслуги. Среди оказываемых услуг есть и предоставление индивидуальных помощников для осуществления помощи в сопровождении инвалидов первой группы. В отделе занятости и социальных программ Акимата района имени Бенбета-Малина таких 15. Среди них и Светлана Верезомская. В ее обязанности входит заказ всех необходимых средств, положенных ее подопечному по программе реабилитации. Я в данный момент заказывала инвалиду, за которым я ухаживаю, как говорится. Я ему заказывала телефон со звуковыми эффектами. Он не зрячий инвалид, поэтому ему надо с голосовым сообщением телефон. За 2020 год отделом занятости и социальных программ оказано 1389 государственных услуг. А с начала этого года уже 214. Елена Щегельская, Валерия Зиновьева, РТН, район имени Бенбета-Малина при содействии телекомпании «Акцент». В минувшие выходные футбольный клуб «Табол» привез трофей. Победа в Суперкубке произошла впервые за всю историю существования клуба. Ранее в 2008 и 2011 команде удалось завоевать лишь второе место. В победу не верили ни букмекеры, ни футбольные эксперты. Однако на мастерство наших спортсменов надеялись болельщики. Команду на родной земле тепло встретили с хлебом, солью и традиционными футбольными речевками. Подробнее в нашем следующем материале. Как настоящих героев с хлебом и солью в минувшие выходные кустанайских футболистов встречали в аэропорту Акимгорода и болельщики. Команда «Табол» впервые стала обладателем Суперкубка Казахстана по футболу. До этого в 2008 и 2011 нашим спортсменам доставалось лишь серебро. Я думаю, что сегодняшний данный результат – это вопрос ни одного дня, ни одного года, который тренировались, создавались базы. И естественно, когда команда наша выигрывает, такие как у нас большие, мощные команды, как Айрад Асан, которые в 2-3 раза больше даже объем финансирования тех команд, мы все видели, как показал кустанайский футбол, хороший результат, хорошую игру. О, Александр Мокин! О, Александр Мокин! О, Александр Мокин! В зале прилета футбольные фанаты искупали в овациях футболистов и даже сочинили кричалку, посвятив ее вратарю Александру Мокину. Именно он, по мнению болельщиков, стал залогом успеха этого турнира. Победа далась нелегко. В полуфинале турнира «Табол» победил Кайрата в финале Астану. В решающем матче подопечные Григория Бабаяна пропустили на 91-й минуте, но выиграли серию пенальти. Кстати, Астана – самый титулованный клуб в Суперкубке. Ему удавалось стать его обладателем 5 раз, поэтому победа вдвойне приятна. Поздравляем, мы гордимся, мы радуемся. Сегодня мы встречаем нашу команду в Сокею, скажем, начало 2021 года чемпионата. Я желаю всем, особенно нашим игрокам по болу, кустанайцам в предстоящем году чемпионате, чтобы мы тоже достойно играли и дальше, чтобы мы могли участвовать на разных уровнях Европы. К слову, команда стала не только обладателем Суперкубка и получила заслуженное уважение от болельщиков, но и выиграла денежный приз в размере 25 миллионов тенге. Аспанка Кимжанов, Яна Гала, РТН Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.